На нитку любым удобным способом несколько рядочков, потому что мне нужно будет эту детальку пересаживать на другую сторону. Убавки у нас делать гораздо проще, чем прибавки. Один из секретов. Одна из хитростей. Потому что когда вяжут на спицах, я не сказала, что это хитрость, это уточнение такое. На спицах без разницы, прибавили, убавили, накид сделали, все. А вот у нас не растянуть, поэтому мы вяжем обратную сторону. Так, это помогательная ниточка. В принципе, можно ее и не отрезать, но с другой стороны она не будет мешаться, поэтому я ее не пожалею и отрежу. Один ряд катушкой. Катушка, которая... Девушки, вы вяжете или вы так это конспектируете? Я думаю, что никто не вяжет, потому что, опять же, зайцем будем вязать... Какой зайцем? Ката мы вяжем не неторопливо, как обычно, а достаточно бодренько, поэтому... Времени много, я думаю, что, может быть, и... Посмотри, может быть... Нет, мы свяжем целиком, но мы сидеть не будем, мы ждать тоже не будем. Мы просто свяжем зайцев. О, господи, что ж мне все на зайцев-то тянет? Сейчас зайцев всех. Наверное, вот перебирали зайцев, меня на них всех опутянуло. Надо, значит, следующего зайца делать. Толстого... А может, вязать... Нет, вязать мы вязать не будем. Уж связано, так связано. Эксперименты в процессе работы уже не хороши. Берем... Рыжего-белого у меня не нашлось, будем вязать желто-красного. А вот, что тебе, не нравится желто-красный зайц? Нормально. Ну ладно, давай. На самом деле, вообще, хоть фиолетового. Фиолетового смотрится абсолютно нормально. И совершенно... Вот, есть желтый зайц? Давай тогда бело-синее... Вот, есть желтый... Ну ладно. Будет желтый зайц. Пусть он будет... Желтый зайц? Кота вязать-то, кота. Ой, зайц, что ж я опять зайц? А ты зайца повтори. Какая разница, чего вязать? Самое главное, отрабатывать технологии, которые у нас пригодятся где-нибудь в шубе в следующем. У меня девчонки знают, что все технологии, они... Они не пропадают. Они пригодятся в совершенно независимом месте. Кто смотрит, запоминает, кто конспектирует. Конспектирует опять. Вот, ученицы, они сразу видно, они сразу конспектируют. Потому что они знают, что много чего интересненького, которое потом не нам нужно сказать. Сколько петель набирать спрашивают? У меня получается 46 петель. Вот, 23 и 23. На самом деле это не важно, потому что 23 и 23 это просто у меня... У меня с математикой очень плохо. Поэтому я для себя такую отмечку делаю. 46 петель и провязываю без изменения количества петель 12 рядов. У меня получается 3 раза по 4. То есть полоски у кота по 4 ряда. Вот. Началась красная 4 ряда, 4 ряд желтый, 4 ряда красный. И красненькая. Просто делаю протяжку, все уйдет внутрь, поэтому можно ничего не отрывать, не обрезать. Вот. Теперь мне нужно делать убавку. Убавки мы будем делать классические шапочки. На 1 треть. Берем опять катушку, для того, чтобы получились хорошие петли открытые. Ну, буду помогать мне не треточку. Там 2-3 рядочка. И скидываем вязание. Кто спрашивает, на каких машинках мы учимся? Какая разница, на какой машинке вот это вязать? Скажите. Технологии одинаково вязать. Вяжем квадратик. Все. Сбросили. И делаем убавку на 1 треть. Почему на 1 треть? Потому что это самое лучшее закручивание для любого вязания. На 1 треть загибается у нас вспомогательная нитка назад. Мы ее не снимаем в процессе надевания на иглы. И поехали. Одна иголка, одна петля. Вторая иголка, две петли. Катушечная нить отлично разделяет вязание, не дает возможности нам сбиться. Открытые, хорошо видны петли. Имитация просто открытых петелек, которые вот сами по себе находятся. Одна петля, одна игла, вторая игла, две петли. Вот таким вот способом мы убираем треть петелек. Все это достаточно бодро делается. Если вы прорабатывали все уроки, то вот такие вот вещи вообще не вызывают вопросов. Вопросы возникают у тех, кто плохо учится. Или вообще не хочет учиться. Потому что хотите что-то знать или уметь. Все равно нужно работать. Это та же работа. Без нее никак. Как мы детей заставляем читать книжки, которые они не хотят читать? Объясните ребенку, зачем ему читать лбуду, как он говорит, которая ему в жизни не пригодится. Он не может понять, что это отработка навыков. Визуальный ряд смотреть. То есть учиться читать, учиться мысли, забирать у книги, запоминать. Ему не объяснить это. Он воспринимает в штыки любую информацию, потому что ему это не надо. Ему гораздо приятнее поиграть в компьютерную игру. Вот это понятно зачем. А зачем скукотищу эту читать непонятно? Ему не объяснить. Конспекты наши все. Ну, на самом деле, те, кто сейчас посмотрит этого кота, я имею в виду нашу мастер-группу, конечно, потому что в них-то я уверена, я их знаю. Девчонки этого кота завтра свяжут на ура. Потому что самое в этом коте интересное, это все-таки вот это вот, что же там за сборка такая, все остальное можно додумать самому. Ничего сложного. В этом коте нет. Мария пишет, это точно, даром не пропадет, вынырнет в неожиданном собаке, жилете, шапочки. Да, да, да. Вынимаем катушку. Никому не верьте, что она режет вязание, никогда ничего она не везет. Ни руки, ни вязания. Опять, просто первый раз у меня вот такой вот вопрос по поводу того, что катушечная нить режет вязание возник несколько лет назад. И буквально совсем недавно тоже очень такая, даже на повышенных ценах была дама, которая рассказывала, как это все плохо, неправильно, и все будет порезано и уничтожено. Ну, я тогда предложила, возьмите нитку и попробуйте разрезать ей вторую нитку. Она ушла из чата после этого. Так, пошла резать нитки, да. Так, берем следующую, провязываем 3 рядочка желтенькой. Мы начинаем делать убавки. Убавки мы будем делать не в каждом, можно каждые 4 ряда, посмотрите. Тогда кот будет, если мы хотим приплюснутого кота, делаем резкие убавки. Если мы хотим вытянутого такого кота, делаем постепенные убавки. Все как обычно. Мы кота свяжем такого плоского, потому что именно вот эта плоская форма, широкая вот эта вот морда плоская, придает этому коту очарование. Если он будет вытянутой сосиской, он, ну, может тоже будет смешной, но немножко другой. Поэтому мы сейчас делаем убавки достаточно резво. Кот должен быть откормлен, я бы сказала. Да, вот в этом его фишка. 2-3 рядочка. Ставим, что это не будет. Нет, уморенный кот никогда не вызывает. Не котируется. Не котируется, он вызывает совсем другие эмоции. Так, 3. Вот можно сделать даже не на... Нет, сделаем на катушечную, потому что не буду рисковать. Не отступает технология. А то я всяких советов надаю, потом не знать, куда деваться. Вот Елена говорит, будет серьезный очень кот. Он солидный будет у нас. Ему можно сделать портфель. То есть, это кот не в сапогах. Все-таки мы с Натальей думали, что в сапогах мы думали даже связать им эти носки на быструю ногу. Потом думаю, ну, сапогами-то не удивишь. А вот в свитере, наверное... Нет, ну, на самом деле, вязать можно что угодно и как угодно. В сапогах тоже интересно. Это немножко другой вид. Ну, это нужно два вебинара. Да. В следующий раз мы свяжем сапоги. Да. В следующий раз без сапоги, без кота. А потом мы объединим кота и сапоги. Сделаем то же самое. Три ряда провязала желтый и убавку на одну треть. Это вторая убавка. Третья убавка будет более солидная. Будем убирать пополовину. С длинной головой будет собака. Я не знаю, морковка, наверное, какая-то будет. Ну, на самом деле, длинная голова, то у него будет не вперед торчать, а яйцеподобное что-то. Можно пришить так, чтобы она вот туда торчала, но все равно. На самом деле, все надо пробовать. И все надо делать. И собака тоже симпатичная. Собака может... Вот кто, кто любит собачек, мы с Наташей котовницей. Вот те, кто собак любит, или кольков, или еще что-то. Своих. Да, своих. И более того, если есть навыки вышивания и рисования, можно любую яйцеподобность что-то оформить мордой так, что глаз не оторвешь. Вот пишут, что это кот у тебя из мультика про Кешу, который на Таити там. Очень похож, да, на Таити, да. Но он еще и на моего похож, потому что у меня такая же Таити живет дома. У тебя пушистая. Он пушистый, 8 килограмм. Пух. По виду он большой, а на самом деле он легкий. 8 килограмм, а так легкий, да? Не знаю, почему-то он, как бы он на руки берешь, он не тяжелый. Ну, потому что ты готова к тому, что такой объем должен... Вот если не готов к тому, что котенька такая упитанная, то... Ой-ой. Не, у меня две котеньки. Одна поменьше в два раза, другая побольше. Вот они по весу сильно различаются. Они пишут, а они и котовницы, и собачники. Ну, и значит по очереди. Значит, да, и длинное проживание. Значит, делаем зайчиков. Зайчиков любят и кошки, и собачки. У нас тут, помню, на даче к соседу на участок белка забежала на сосновый лес, и бывает такое, что белка забегает. Что было с котами, это страшное дело. А что было с котами? Они как с ума посходили. Они пытались поймать, пытались поймать эту белку. У меня же все лето белок ловят. Ты чего? Это сумасшедший дом какой-то. Это сумасшедший. Они так орали, они бегали за этой белкой, а белка огрызается, злобная, она зубы скалит. Я никогда не думала, что они бывают такие вот недобрые мордочки у них. Мордочки совершенно недобрые. Очень недобрая была белочка, и боялась, что она наших котиков загрызла. Ну, просто. Ничего, лиск куда-нибудь. Да, котики должны знать свое место. Видите, охотники были посрамлены маленькой-маленькой белочкой. Потому что дело вовсе не в... Даже воробьи обижают. Да, котовые обижали. Дело вовсе не в масштабах, а в общем настроек. Подходим. Да. Так, последний ряд. Желтенькая, желтенькая, в общем-то, мне здесь больше не нужна, чтобы она не попалась, я отрежу. Красненькая остается. То есть мы сейчас действуем по принципу, как мы вяжем шапки, да? Убираем. Убираем, да. Пару рядочков и опять возвращаемся. Ой, 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 какой-то уже... Не знаю. И вяжем... Убираем пополам. Ларис пишет, а у меня один толщий и два толстых. Лабрадора. Тущего сил не хватает. Так, миски толстые, все съедает. Так. Пополам. То есть на каждую углу две петли. Хорошую такую убавку. Сбавку, убавку, как вам удобно. Сбавили, убавили. Хотя вот не знаю, почему-то слово сбавка мне не нравится. Это такое личное предпочтение. Или как-то с детских времен, что называется, нас так учили, вот так вот и осталось. А что, говорят, сбавка? А говорят, сбавка. Некоторые вот в интернете употребляют слова сбавка, я не знаю. Некоторые, что только не употребляют. И алкоголь употребляют тоже. И алкоголь, и алкоголь. И даже не знаю. Нет. Ну это здоровый образ жизни. А последняя убавка сколько была? Два раза мы делали по одной трети. Эта третья убавка, она идет пополам. Убираем на каждую углу по две петли. Мы делаем макушку. Уже. Ну шапку так вязать, наверное, не очень хорошо будет, потому что она будет круглая, да? Ну, у шапки свои технологии. В принципе, все перекликается, но на самом деле, если бы я вязала шапку, другое количество петель, другое количество петель, немножко все это не так. Можно, конечно, перенести где-то на кота, на шапку, но техника-то одна, только выполнение, опять же, чуть-чуть другое, потому что, опять, те же самые четыре операции, только выполняются в своих другой последовательности, другая пропорция, другой узор рисунка, получается не кот, а шапка. Поэтому, так, я могу использовать мои инструменты. Начинаешь вязать котика, получаешь шапочку. Когда мы вязали шапку с шипами, получили крокодильщика, такой восток был. Так, последний, два рядочка. Чем меньше мы сейчас держим, тем у нас лучше будет макушка. Нам остренькая не нужна, нам нужна такая макушка. Наталья, вот, говорите, сколько рядов, какого цвета. Каждый ряд, каждый цвет четыре ряда. Кот имеет одни и те же полоски. Можете делать разные полоски. У меня каждый цвет четыре ряда. Макушка больше, потому что, на самом деле, здесь получается не четыре, а больше. Но я не стала делать просто желтое пятно на макушке. В общем-то, оно тут неэстетично будет смотреться. Пускай макушка будет вся темная. Сейчас я делаю массовую убавку, но не пересадкой, а просто хитрым таким способом. Я пересаживаю... Ой, камера плохо стоит. Я пересаживаю каждую петлю на соседний угол. Получается, на каждой петле петли через одну пошли. Я просто снимаю. Делаю простую вот такую убавку. Провязываю один ряд и закрываю макушку. Все. Первая часть головы закончена. Как закрываю? Отрезаю нить, такую, чтобы на сшивании хватило, и просто протягиваю в петлю вот эту вот нитку рабочую. Опять же, это вариант. Таких вот вариантов очень много, великое множество. Поэтому, если вы знаете один, вовсе не значит, что вы знаете все. Это один из вариантов, который можно использовать не только при вязании котов, шапок, но и совершенно неожиданных изделий. Таких. Для любых, где требуется убавка. Так, вот смотрите, у нас получается макушка. Круглая. Когда мы кота набьем, вот он, получается достаточно плоско. Если бы я вязала дальше, у меня была бы пимпочка. Пимпочка у кота отсутствует в природе, поэтому мы ее и вязать не будем. Мы должны это все надеть обратно, но учитывая, что у меня пойдет убавка уже, то есть я прямой участок провязала, сейчас я делаю такую же убавку с обратной стороны. То есть я должна вывязать шарик. То есть у меня вывязана макушка. Я сейчас буду вязать нижнюю часть, но нижнюю можно взять проще, потому что она пришита к телу и вот... В ноль не надо. В ноль не надо, потому что нам, во-первых, нужно зашивать, выворачивать и набивать, поэтому в ноль мы убирать не будем. Нижняя часть вяжется гораздо быстрее и проще. Но опять же я достаю иголки. И надеваю, но надеваю не все подряд, а сразу делаю убавку. Сразу убираю одну треть петелек. То есть на одной игле одна петля, на второй две. Одна петля, две. Спомогательная нитка и катушечная нам в этом очень сильно помогают. Очень. Если их не делать в катушку, получается гораздо сложнее, потому что нить, которая выходит из этих петель, если она той же толщины, очень путается. Вот так ничего не путается. Разделение вязания происходит очень четко. И вот, если вам видно, здесь вот петли, одна рядом с другой, просто как будто на расстоянии, просто в воздухе висят. Очень удобный способ. Самое главное не снимать вспомогательную, потому что некоторые рекомендуют потихонечку вытягивать вспомогательную нитку и надевать. Так тоже можно. Когда мы будем, может быть, в этом же кате, и придется воспользоваться этой технологией, когда несколько петелек у нас надо снять, я не буду пользоваться ни катушкой, ни вспомогательной. Можно будет очень просто срезать с машины и пересадить, если надо. Но это в том случае, если у вас не скользкая нить и немного петель. Если нить скользкая, типа вискоза, что-то там по-любому нужно использовать вспомогательную и не снимать, пока не закроете, либо не сошьете. Даже когда вы сшиваете полотна, это надо делать через катушечную, иначе будет перекос петелек. Но это все такие вот секретики мастер-группы, которые они проходят и узнают на самых первых занятиях. как сшивать, как оформлять. Так, надели. Вытаскиваем катушку, хотя в принципе это можно делать и потом, потому что вот эта катушка мне уже мешать не будет, но она мне не нравится тут. Поэтому я ее вынимаю. Девушка, я кто-нибудь вяжет или все конспектируют? Я думаю, что конспектируют, потому что вязание очень быстро, проще записать и потом в спокойной обстановке все связать. Потому что, как я поняла, у нас девчонки очень хотят этого кота, но... Долго готовились. Долго готовились. Экселенцы, да? Готовили писать эти принадлежности в машинке. Так, где моя желтая? Вот и нитки теперь. Укинул далеко. То же самое. Три ряда. Вот. Так, главное, петя не упустить. Вязали. Завязали узелок. Узелки пускай будут. Все уйдет внутрь, ничего не останется. Эти нитки наоборот, еще и набивкой кота будут. Удобно. Три. Снимаем на. Я даже пользуюсь той же катушечной ниткой и не с целью экономить, а просто вдруг вываляется, очень удобно. Не надо от катушки оторвать ничек. И вспомогательную пару рядочков. Делаем такую же убавку одну треть. Сейчас у нас будет не идеальный шарик. У нас нет цели делать идеальный шар, у нас будет плоская голова. Вот Елена говорит, что вы проходили что-то похожее на это в рукавичках. В рукавичках. В двойных. Подгиб там, может, какую-то еще чем-то. Блин, больше такой интересный урок, она бы сама не догадалась. Про кота или про руку? Про кота, я так понимаю, что она не догадалась. Очарование кота именно в его форме. Потому что попробовав связать кота потоньше, он смотрелся, ну, нужно покормить хотелось. То есть игрушка должна вызывать умиление. А нас умиляют почему-то только толстые коты. Ну вот никто толстый не умиляет, толстые собаки не умиляют, а толстые коты умиляют. Вот чудеса какие-то. Вот коты вот такие животные, наглые, потому что они только красивые, больше с них ничего не требуется. Если собака несет какие-то охранные функции, то кот нет. Его только любить надо. Вот как надо устраиваться в жизни. Да? Ты только ешь, а тебя все любят. А тебя за это еще и хвалят. У нас мама наша, кота. Ты покушал, молодец. Говорю, господи, меня кто похвалил за то, что я покушала, то покушала, там не в кому какое дело. А тут он молодец. Ну, как к детям относятся. А что с ним спрашивать? Наработал отправить или что там? Похалить? Да. Елена говорит, она имеет в виду вязание с двух сторон. Проходили в рукавичках. В обе стороны там куда-то что-нибудь надо откручивали, нет? Да, тогда было такое. Ну, много чего, проходили, и это все перекликается. На самом деле, мы не показываем какую-то технологию одну. Вот, например, можно взять и связать в эту сторону, а потом в другую сторону. Это скучно. Это скучно. Вы не поймете, а где это можно применить. А вот в таком виде на изделии, вы понимаете, что вот, так это можно еще и чем применить, и сам применить, и во всех других местах применить. То есть, когда вам показано, какая-то, где это применено уже, вы по аналогии можете что-то вот, как бы на похожих формах, либо на похожих изделиях тоже где-то это применить. А если это отрабатывается так, как это нам показывали, на тряпочках, на образцах, к чему это тряпочка? Жизнь и не поймешь, для чего это нужно. О! А где моя нитка? О! Ой! У меня нитка оторвалась. Представляете, в клубке нитка рваная. Вот так вот вяжешь, вяжешь, а тебе такой сюрприз. Ну, ладно. Хватило, и хорошо. Ходишь ты тут, ходишь, а вдруг тебе бац, в школу, да, а вдруг тебе бац, и вторая смена. Угу. И все. И прощай, школа. Да. Вовремя нитка оторвалась, сейчас бы собирала все вязание. Ну вот, да, надо следить за нитками, как ни странно, вот такая фабричная перемотка. Представляете? Хорошо на коте, а если на дорогом свитере, с оленями, с оленями, да. С шагардами. А там все срезано. Ай-яй-яй. Так, раз, два. Ну, и сейчас, в общем-то, достаточно плоская голова уже получается. Ну, сейчас, ладно, привяжу. Третий ряд. И убавка. Так, это была первая, да, у нас? Да, сейчас вторая. Когда-нибудь появилась, раз, вторая. Мне показалось, что мы уже третью делаем. Ну, еще, пишу, и тоже случается. Да, у всех случается. Да, у всех. Это не готово. Это не наше недостаток или наше достоинство. Это вот у всех случается. Поэтому надо быть к этому готовым и воспринимать это как... Вот тема интересная, наши живые посиделки, потому что там у меня может на ваших глазах случиться любой катаклизм. Но самое главное, что воспринимается это все... Не плохо. У нас сложно так же, как у вас. Да, видите, все, то же самое. Зато вы воспринимаете гораздо спокойнее свои какие-то ошибки, потому что... Угуру точно так же происходит. Да. То же самое. И самое главное не отчаиваться, ну, слетело и слетело в конце концов. Слетело, все, позитивно относимся. Воспринимает это как опыт. Это значит, та деталь была неправильная. Значит, мы сейчас вяжем, перебежем, да, делаем правильную. Мне очень нравится, когда они тебе присылают отчеты, пишут, что пять раз перевязывала там что-то. Ну, за то, как получилось. Вау! И вот когда увидела то, что получилось, все вот этот негатив и желание выкинуть машинку, оно исчезает. Потому что... Вы ее победили. Победила вязание. Не вязание, а вы победили это вязание. Вы победили машинку, она стала слушаться. Потому что достаточно ее победить несколько раз. И вот сегодня... Сегодня... Господи, кто же мне написал там? Что написали, да, ты скажи. Оксана Щепкина написала. Сама не понимаю, как у меня начали получаться такие вещички. Да, я вот... Да чего непонятно, столько работала. Она тоже... Училась, такие вещи висала. Вообще, такую красоту делала, старалась, все уроки выполняла. Чего бы не получилось-то? Обязана просто получиться. А уже... Уже привыкаешь к этому, уже не понимаешь, что как-то по-другому у тебя... По-другому просто не получится. Уже все, голова с руками вместе состыковались. Все. И уже эти ошибки, которые сделали бы, уже вы делать не будете, потому что это невозможно. Уже сами руки выполняют операции так, как надо. И все очень просто. Так, вот оно сейчас слетит. А мы его сейчас поймаем. Все. Провязываю еще два ряда. В принципе, можно сделать убавку. Ой, как она сленит. Надо эту пластиковую линейку принести сюда. Чтобы не громыхать. Еще два рядочка. Похоже, мы действительно карта будем только собирать. Так, и... Так, сейчас давайте показывать, что сейчас я делаю убавку. И, в общем-то, вот так вот, в быстром темпе. Думали, что свяжем целиком, но не успеем мы вот так вот показать полностью кота. Напиваю тело. Девчонки моей мастер-группы, которые пришли сюда смотреть кота, обязуюсь этого кота вам записать полноценно. Потому что... Мы сейчас покажем сокращенный... В сокращенном варианте, да, мы покажем. Но в таком достаточно сокращенном варианте. Сейчас голова целиком провязана. И точно так же, чтобы не заморачиваться на всякие сборы, мы перекидываем... Кот очаровательный, конечно. Просто вязала, когда его у меня... Очень много желающих было посмотреть, что же я делаю. Урок записать просто физически не было возможности. Поэтому не только у вас помощников много. Не успела я записать урок. Да, жить без помощников очень... В смысле нет. Вся смысл нашей жизни в помощниках. Так, видите, вот здесь у меня получается широкое основание, через которое мы будем кота пришивать и набивать. Теперь моя задача его... Сшить. Вот так вот собрать, сшить, не зашивая вот эту широкую часть, которую мы набьем. В итоге у нас должна получиться вот такая вот деталь, недобитая, то есть мы ее не добили. Ты будешь сейчас показывать, как зашивается это? Нет. Берем... У меня просто, девчонки, времени нет, иначе я вам ни уши, ни лапы не покажу. Складываем лицом к лицу и по краю, затянув макушку, от макушки зашиваем до основания. Основание не трогаем. Совмещаем все линии. Да. Самое главное совместить линии и пришить за один петельный столбик очень плотным крепким швом, чтобы не было шва видно. После того, как вывернули, набиваем набивкой. Набивка у нас холофайбер подушечная. Я покупаю самую дешевую подушку, которая только есть. Вот эта холофайбер будет. С машиной надо подружиться, а не победить, пишет Елена Павлович Золотова. Мы, собственно, именно этим и занимаемся. Водный курс у нас как раз тому и посвящен. Мы с ней дружим. Побеждать нельзя. Это война без победителей, в один конец, что называется. Потому что победа над машиной обернется... Наталья Спечитина пишет, а для меня машинка отличный способ похудеть. Вот как ты думаешь, худеет за вязальной машинкой? Я очень прекрасно понимаю, как худеет. Она говорит, сажусь за вязание, забываю, что надо есть, пить, спать, как в рекламе. И пусть мир подождет. Я еще худею, потому что у меня, поскольку Нева, она достаточно такая плотная девушка, и надо двигать как следует руками. Вот там мышцы накачиваются хорошо. Приезд опять же. И Елена Черстинова спрашивает, стоимость этой машинки и ее название. Эта машинка называется Нева-2. Мы уроки проводим на Неве-2, либо на Неве-5, либо на Сильвере, либо на чего под руку есть. Чего есть, но не специально, ничего покупать не надо. Вяжем на том, что у нас есть. Какую машинку найдете, на такую и у вас и научим. Главное, чтобы у нее была каретка, и она была в рабочем состоянии, не ржавая. А все. Но остальное мы у вас научим. Так, начинаем вязать пальтишко для котика. Те же самые 46 петелек, только уже синим. У меня синее пальто, синяя куфточка, поэтому синим вяжу. Кот цельновязанный. Он одет сразу. Так, я так понимаю, что у меня времени не будет на то, чтобы целиком показать, как это все пальто вяжется. Я сейчас начну. И интересный прием. Потому что интересный прием пока. Ну, я начну. Ой. Главинку. Главинку там. С этим вообще все просто. Паретком. Я вам просто на готовом уже на готовые детали покажу, что у нас в итоге должно получиться. Времени катастрофично не хватает. Так. В принципе, мы можем и в мастер-класс такую детюнку провести в мастер-группе. Так. Провязываем 12 рядов прямым полотном. Это, опять же, середина катана, середина тела. Вот это вот. Вот здесь вот 12. 12 рядов это начало. Вот они. То есть здесь у меня середина тела и начало. Никаких убавок поначалу не будет. Нормально. Раз, два, и так далее. 12 рядов провязываю и делаю две вот таких же убавки через по три. То есть я, смотрите, делаю убавку один раз после 12 рядов. Четыре ряда провязываю, делаю вторую убавку на одну треть. У меня получается в итоге 20 с чем-то там петелек. И вяжу воротник. Воротник обычный рулик. Все. То есть я провязала 12 рядов. Кто записывает прямым полотном этот рулик загнулся и получился ворот у пальтишки. Все. Вот такой вот. Это прямой участок. То есть моя задача провязать тело кошки два раза сделать убавку через четыре ряда по одной третьей. Вот как мы делали на голове. и 12-15 рядов провязываете прямым полотном на оставшихся 20 иглах. Сворачиваете руликом у вас получается вот такой вот горловинка. Вот. Но для начала сначала мы провязали вот эту часть еще ничего не сшили. Перевернули вязание и делаем вот так надели его на спицы и связали нижнюю часть кота. Круглую попу делаем как макушку. Вот как макушку делали точно так же делаем эту попу. То есть только надели вязание на спицы. Я на самом деле начинала здесь обвивом сделала а когда я вязала оригинального кота здесь косичка. И получается что за одну часть косички я надеваю на иглы а вторая часть косички вот она над этим руликом остается. То есть как разделение пальто и кота. Как будто надета. Видно как будто надета. Что-то другое утолщение потому что набор идет косичкой за одну косичку надели и связали вторую часть кота вот как макушку один в один. А вторая вот оттопыривается вот здесь. Очень интересно смотрится. Рельефный такой вот в итоге смотрите у нас получается горловинку покажи свитерную. Вот вот эта свитерная горловинка загнутая просто вот такой шарик и второй шарик они вот видите набиты прижимаете пришиваете у вас получается вот такое тельце. Вот сейчас моя задача вот это я срежу вывязать ушки. Берем булавку а так конечно хорошо бы сшить вот я пока буду уязать ушки если голова должна быть пришить да ладно я сейчас пристегну булавкой потому что все-таки нужно накоти это делать желательно смотреть как смотрится к телу вот вот эта заготовка на которой оформляется уже уши ноги и все остальное так считаем что пришили берем булавку и смотрим где у меня должны быть уши у кота они чуть-чуть сзади идут вот одно ухо и второе под углом ушки идут под углом вот это вот я как раз и смотрю то есть уши могут быть углом так углом так то есть что вы хотите от кота получить в итоге чтобы они загибались в вашу сторону загибались назад от этого настроение кота зависит то есть кот поникшими ушами будет очень грустен и должны они быть чуть-чуть дальше чем по центру вот центр а уши чуть-чуть дальше потому что впереди у нас планируется как бы морда а уши все-таки у котов вот вот видите вот центр а уши раз-два вот они относительно центра чуть-чуть назад отметила теперь беру навешиваю на машинку и делаю мне предлагают пришить кота мы на машинке надевается вы сейчас увидите новую технологию уши вяжутся мы уже вам многократно показывали когда из одного изделия наращивается не пришиванием а именно наращивается это мы с вами в буденовке проходили вот здесь примерно так же вот мы надеваем голову кота и на нее будем ухо надвязывать так желательно это растянуть на 6 петель чем больше тем лучше сейчас то есть у нас одна ученица муж обещал купить дорогую машину когда нас будет то ли нему то ли семьянку вот правильный подход на мой взгляд муж молодец вяжем 4 ряда на 6 иголках понимаешь что нечего деньги тратить если неизвестно какой результат может хватит на одно занятие терпения и потом машины меня спрашивают ваше мнение о какой-то там машине о которой я всю жизнь не слышала у меня нет мнения об этой машине я на ней в жизни не вязала и мнения не имею как объяснить людям что я не мастер по машинкам и никогда нигде не говорю так наверное такое количество проблема в том что я сейчас вяжу на другой машине и тут эти расчеты не очень подходят 5 игл больше не надо очень широкое ухо получается это тоже а что даже у него разное расстояние между иглами у нее разная слотность она совсем по-другому вяжет вот видите вот когда просят это а на какой плотности вы связали а какой пряжи да какая разница все машинки разные нет у них повторяем вот у нас у нас я одну машинку не мы дала в ремонт и наталья на другой вот совершенно по-другому а у нее у меня дома еще одна та вообще другая то есть ваше мнение о машине считайте что мнения нет сами составляете или смотрите форумах на тех кто работает на этой машине бессмысленно меня спрашивать я могу мнение о вязании сказать высказать но не мнение о машинах или как ее чинить потому что я нигде никогда никому не говорила что она машина где мой инструмент делаю убавки просто уши могут быть большие маленькие вот я по одной петельке убираю к середине к середине три два ряда можно уши делать на самом деле поплотнее и все вот тамара шпец говорит всегда нужно идти к простому к сложному вот видите вот неоднозначно потому что у нас вы можете как бы не знаете а я знаю что у нас многие ученики которые имеют серьезные машины они прикупили себе него два посмотрев как у Наташ легко вяжется потому что эта машина у нее особые возможности она берет толстые пряжи и поэтому освоили они свои серверы компьютерные и потом покупают него потому что они для других целей это не значит что они будут осваивать они сделают для других целей поэтому вы сначала решаете какая у вас цель и потом под эту цель вы покупаете инструменты и все остальное вот и машинку так же потому что на самом деле каретки дополнительные там еще какие-то примочки это все нужно далеко не всем ухо сколько рядов спрашиваю так красную полоску вот растягиваю на 5-6 игл зависит от того какой плотностью вяжу какую пряжу вяжите у меня детский акрил пихорка который вяжет вся моя группа на опять же плотность на одной машине одна на другой другая то есть здесь у меня пятерка на дома вязала на шестой поэтому смотрите даже та же нива плотность не совпадает красную полоску растянула на 5 игл вяжу 4 ряда прямым полотно Наталья пишет ага это я купила Наталья вот не одна вы дело в том что было бы не удивлялась если бы потоком освоить машину мне очень нравится да у вас так лихо получается что же машинка такая я тоже хочу делать а не в машинке я точно так же буду носить и мне девушку пишет одна я тоже вот у меня дома северянка стоит 840 север без дела я хочу купить у вас ниву зачем зачем вам 10 машинка ловко вяжется нива это та же северянка во первых во вторых у нас скоро будут занятия на севере и чего вы тогда будете делать то есть не торопитесь и вяжите то что у вас есть ловко двигаться будет любая машинка при умелом использовании а умело пользоваться мы с вами будем смотрите на девчонок мастер групп у них уже умелое пользование с машинками никаких проблем так уши готовы вот такие вот развесистые уши у нас небольшие ушки но на самом деле вот большие они и можно и большие вот огромные такие загадочные уши у меня у кота уши маленькие потому что у него совершенно глупая физиономия ему и уши маленькие так вот похоже по ушам похож на этого профессора коду или как там называется звездных войнов такие уши тоже хорошие уши принимаем теперь вывязываем лапы напротив ушей я все это складывала напротив ушек вот здесь прямо под под шеей тоже выбираем берем три иголки конспектируйте пожалуйста три иглы надеваем напротив ушей вот под воротником где-то три петли вязать будем естественно синий но учитывая что лапы это рулик причем рулик он нужен такой толстенький поэтому сейчас провязав ряд по ощущениям не три петли ты всегда перебиваешь ты скажешь что рулик не толстенький поэтому сейчас будем исправлять я переживаю я переживаю я эмоционально все просчитано и продумано так смотрите за котом потому что вот например не во два хорошо держит кота а другая машинка может нехорошо его держать поэтому надо прижать и посмотреть чтобы каретка его не переехала и все нормально провязала уши не отрезаны так один ряд и делаю прибавку прибавку путем выдвигания иголочки вот я выдвигаю иголку хитрый прием какой я бы не догадалась обвиваем следующую лапу а это уже провязывается можно сделать несколько но на самом деле лапа будет уже достаточно толстая и вяжем 8 рядочков 1-2-3-4-5-6-7-8 вытягиваю ролик и смотрю достаточно ли большая лапа у кота ну на самом деле лапа нужна подлиннее и 10 рядочков хитрый прием когда не распластывается вся рука нет она просто собралась мешочком вот таким и все и закончим белой лапкой ну у меня не белая у меня желтая лапка сшивать ничего не надо ролик готов все вот эта вот лапка полноценная причем фигурно обсуждают Неву и очень все радуются что у них у кого-то есть кто-то а кто-то радуется что у него нет не радуются говорят что вот они тоже кто-то хочет купить кто-то есть аналог аналог это старинная русская забава аналог жигулей ну-ка гораздо надежнее так и все я делаю массовую бабочку то есть у меня белая лапочка такая убавила раз убавила два все лапка закончена аналогично вяжу вторую как видите все очень быстро и просто хвостик оставлю этим хвостиком пришью коту лапку задние лапки делается аналогично только желтенькие уже не из пальтишка у нас лапка торчит вот вот наша лапка видите и ее можно так расположить на пузике толстого кота на толстом пузике лежат такая лапка сейчас я отрежу пахнуть вот про запись спрашивают насколько я понимаю запись доступна будет сутки до следующего спикера потому что она остается в этой комнате поэтому смотрите пожалуйста конспектируйте провязывайте присылайте готовые свои вот эти изделия крючком вытаскиваю вот лапка привязана готовая лапка просто лежит на пузике вот здесь можно вывести в желтую часть на самом деле и в этой желтой можно два конца связать вместе все можно так выведу в желтую часть и в желтой части желтую нитку просто завязать узлом и у вас лапа привязана все можно ее прихватить еще и ниточкой то есть вот Вот у кота на брюхе лежат лапы, они пришиты. Вот так. Хвост вяжется аналогично. Лапы задние вяжутся аналогично. Точно так же, где-то чуть подальше, чем передние лапы. Берете, вяжете длинный рулик, складываете пополам. Можно складывать, можно не складывать. На самом деле, чтобы получились массивные задние ноги, пришлось связать длинный рулик, сложить пополам. Хвост, ну, просто длинный рулик, вот он, его потянуть как следует. Он сгибается в нужном направлении, вот провели. Получается, в общем-то, код практически готовый. Осталось тут морду. Морду и... А по морде есть какие секреты? По морде секретов никаких, но чем она глупее, тем интереснее. Смотрите, глазки как можно ближе. И глазки, как я делала, я просто навязала, продела иголку обычную. Навязала вокруг нее черную нитку и прошила. И у меня получились вот такие огромные узелки. Стандартный вариант розочек. Розочек, да. То есть, получается, здесь не что-то, здесь просто черная нитка. Точно... Что мы делаем из акрила? Почему мы детям не даем испуговиться? Не отгрызут, даже если он съест кусочек этого акрила, акрил легко выйдет, без проблем. Гипер... ...поаллергенно и не ядовито. Вот. Поэтому вы такого кота вполне, если хорошо его пришьете, чтобы не оторвал голову, можно давать ребенку совершенно безбоязненно. Ухо он не оторвет, оно вшито. Хвост не оторвет, он вшит. Если правильно пришьете, зашьете так, чтобы нигде ничего не торчало, ребенку давать безопасно. Он не наест эту кроль... О, господи, все, у меня на зайцев тебе. ...кота и не отравится. Глазки пришиты как следует. Нос тоже большой узелок и обшит. Длинная-длинная протяжка, вот она просто. Вот, видите, под ней даже ходит декер. И от нее в обе стороны идет вот такая вот туповатая морда. Получается вот такими глупыми ушами и маленькими глазками готовый кот. Ну, к сожалению, подробнее я уже не успеваю, потому что время заканчивается. Но я думаю, что те, кто интересуется вязанием,